привет ребята это ролик про поддельную карту памяти micro sd x и я конечно знал что поддельные карт бывают но попался потому что не внимательно себя вел цена конечно было дешевле магазинной но на авито людей должны дешевле продавать например 1700 и рублей я нашел подобную карту и такие стоили 900000 самая минимальная цена и до 1500 1800 чуть ли не дороже магазина а по идее если ты купил карту за сколько ты ее можешь продать это процентов за 75 то есть цена 2 за две третьих если 1700 минус что 1200 эта цена полностью нормальные новые карты этого не сказал бы тут кто хочет купить на авито за 1200 хочет подделку купить конечно сильно дешевая цена тоже показатель то что она ломаная или поддельная но тут я подумал что просто там человек хочет подать продать побыстрее я когда хочу продать побыстрее я продаю сам за полцены много чего подавал в прекрасном состоянии все было но почему я попался потому что был профиль нормальный на авито с 2010 года но камп профиль компании если профиль компании потом невозможно оставить отзыв если вам продадут подделку или обманут вы даже не сможете что-то написать на авито хоть правилами запрещены контрафакты подделка им безразличным потому что их задача чтобы сидела просто побольше людей и что попало продавала все это лишь для видимости чтобы там соблюдали приличие друг друга не обманывали авито интересует прибыль но хотя тем же самым они превращают в помойку свой сайт но видно денег все равно много их это все не волнует хотя они должны соблюдать закон естественно надо писать обращение полицию прокуратуру что я и сделал так но в общем то вот почему попался и еще момент встречи я собирался проверить взял телефон телефоне есть слот для карты памяти микрос дикси там можно было проверить на проверка долгая на самом деле несколько часов если вам проверку не дают и полную проверку тогда просто не покупайте я как обычно все сбросил на авось подумал проверю но проверю потом проверять на только в момент покупки потому что потом вы ничего не докажете скажет это не так карта вы подменили вы ее током ударили что в телефоне есть программка для проверки андроиде их конечно не так много как настольном компьютере но они все-таки есть я в отдельном ролике расскажу про эту программку я ее нашел потому что чисто вставить в телефон он покажет объем 125 гигабайт и это ничего не даст вам хотя вы конечно можете попробовать файл перетащить и момент копирования скорость записи должна быть 10 мегабайт в секунду но на этой карте она меньше одного мегабайта то есть это уже сразу указывает что подделка ну вообще-то extreme pro это даже не 10 мегабайт 100 или даже более 175 в самой быстрой версии на запись но опять же там внутренний картридер телефоне должен эти скорости поддерживать но они все в основном usb 20 это до 30 мегабайт в секунду то есть 10 это тоже не совсем было бы нормально но все-таки подошло бы что делается там технология подделок очень простая они берут 16 гигабайт карту но у меня даже оказалось не 16 гигабайт объем я не не могу понять вообще мне тестовая программка написала что 40 50 мегабайт не гигабайт свободно то есть вообще фактически не рабочие что-то записывается мега маленькой скоростью тесты не проходят но опять же все эти тесты я сделал после сейчас уже очень тяжело что-то сделать что до этого делайте надеюсь ролик поможет поэтому я стараюсь подробно все описать вот упаковка экстрим про ухс ухс 1 до 95 но вообще на сайте сандиска сейчас скорость чтения 200 мегабайт они 95 уже по внешней стороне видно полиграфия неплохая единственно может быть буковка r приподнята над полосой буквы к что я заметил так смотрите дальше ухс 1 но здесь сейчас покажу вот видите это ухс 3 а здесь написано ухс 1 то есть уже не соответствие она у 3 они у 1 вроде все адаптер но я не доставал там должно быть контактов больше упаковку смотрим здесь что мне не понравилось 2013 год видите внизу но карта как бы свежая 13 год потом модель вот она указана эта модель номер она указывает на 16 гигабайтную версию если ввести в поиск google вводите то он у меня нашел 16 гигабайт усб флэш не микро сди память 16 гигабайтную то есть китайцы честно указали что здесь подделка просто номер надо было в поиск набрать хотя бы момент встречи ну просмотрел я дальше шрифт видите неровный разный маленький большой здесь вот русские где-то видите он корявый по моему это тоже ненормально так дальше вот этот штрих-код он прям показывает на какую-то левую китайскую страницу на которой ничего нету хотя они могли бы подделать нормальный наверно штрих-код на официальный сайт но почему-то они даже не сделали может быть все-таки чтоб человек мог не вставляя карту сразу проверить я опять же это не проверил ух с 1 опять же пока что все что я нашел но здесь написано программка на карте памяти и и не было опять же без проверки можно вставить телефон нет программки риску и риску и про значит подделка все что по упаковке я нашел саму карточку сейчас покажу как снимаем дальше не мог заставить сфокусироваться веб-камеру поставил ручной минимальный фокус вот вы видите номер он естественно не соответствует этой карты я даже не посмотрел чему он соответствует контактов меньше чем на у3 здесь должны быть еще контакты сейчас другую сторону окраска не такая как должна быть на сайте одноцветный черный здесь как для 64 гигабайтной версии окраска карточка у3 опять же троечку видите экстрим про хотя если так не знать про окраску вроде выглядит нормально но если номер нужно увидеть берите лупу можно рассмотреть то есть по внешней даже окраски можно было понять что это подделка про проверку телефоне я добавлю еще описание как проверять телефоне на компьютере или отдельным роликом или к этому добавлю то есть не доверяйте никому даже если может быть не подделка как данном случае она может быть сто раз перезаписанная тысячи уже на пределе ломания поэтому просто не покупайте без полной проверки ну либо вообще не покупайте у человека потому что здесь вероятность купить или подделку или уже сильно испорченную карту памяти там вылетает даже не сам чип и контроллер потом вся информация теряется а карты очень прилично такого объема стоит 100 гигабайт 200 400 500 гигабайт поэтому тут уж на риск не стоит идти естественно на самом деле все можно было бы легко решить если бы авито следил просто люди писали бы жалобы если бы человек сам который подделку продает когда это заметили возвращал бы деньги если бы полиция работала чтобы не продавали кругом контрафакт но по делу же все хотят только урвать ограбить обмануть друг друга и поэтому я чувствую это будет бесконечно тут это все был раскрас по подделку карту памяти сандиск extreme про 128 гигабайт подписывайтесь это ролик пока что я смогу выложить только на втором канале потом переложу на первый ставьте уведомления всем пока ребята это будет бесконечно 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 Продолжение следует...